В районе Байтирека в этом году реализуются 10 инвестпроектов. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации рассказал Аким района Марат Токжанов. Подробнее о других социально-экономических показателях в следующем сюжете. Аграрный сектор остается флагманом развития района, отметил в своем докладе Аким Марат Токжанов. Об этом свидетельствуют высокие показатели урожая зимых и яровых культур, стабильно растущие поголовье скота, качественным развитием которого занимается 54 крестьянских хозяйства. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 45,2 миллиардов тенге, или чуть более 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря проводимой работе вносится вклад в развитие так называемого молочного пояса. В районе зарегистрировано три сельскохозяйственных производственных кооператива. Так, Баты-Суд осуществляет прием молока от населения и производит масло чечил. С девяти сел принимает по 6 тонн, а летом 8-9 тонн молока. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Зеленов Суд» осуществляет прием молока от населения Зеленовского сельского округа. С 62 хозяйств собирает одну тонну молока в день и сдает в ИП «Каверин». Сельскохозяйственный производственный кооператив «Аманат-2022» осуществляет прием молока с 60 подворий Макаровского сельского округа. Около тонны молока в день сдает в ТО «Жастык». В районе зарегистрировано 34 сельскохозяйственных производственных кооператива. Активную деятельность ведут 28 из них. В текущем году удалось заготовить достаточный объем кормов на зиму. Здесь работает 26 мини-цехов, на которых постоянной работой обеспечено 246 человек. В сфере предпринимательства за 2022 год было открыто 944 новых рабочих места. Также в данное время в районе реализуется 10 инвестиционных проектов. Это разработка Рожковского месторождения. Стоимость проекта 48 миллиардов тенге. Плодово-овощной склад оптово-торгового распределительного центра мощностью 13 тысяч тонн в год стоимостью 2,5 миллиарда тенге. Парк отдыха и водных развлечений стоимостью 3 миллиарда тенге. Современный автозаправочный комплекс стоимостью 800 миллионов тенге. Автозаправочная станция в сельском округе Бейбетшелек стоимостью 350 миллионов тенге. Комплекс глубокой переработки овощей стоимостью 680 миллионов тенге. Завод по производству сухих строительных смесей мощностью до 30 тонн в месяц стоимостью 1,5 миллиарда тенге. Строительство современного литейного производства стоимость 47,5 миллиардов тенге. Завод по производству жидкого метанола стоимостью 48 миллиардов тенге. Замена 41 километров нефтепровода стоимостью 11 миллиардов тенге. В 2022 году выявлено 27 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Все материалы направлены в областное управление земельных ресурсов для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. В районе проводится капитальный и средний ремонт дорог. В текущем году охвачены 52,9 километров по подъездным автодорогам в селах Погодаево, Желаево, Трюкино, Чирово, Макарова, Январцево, Чувашинское, Белес. На сегодняшний день ведутся работы по ремонту автомобильных дорог к селам Октябрьское, Махамбет-Жаик. В настоящее время ведется реализация новых проектов, переходящих на 2023 год по среднему и капитальному ремонту подъездных автомобильных дорог к селам Раздольное, Чеботарево, Шалха-Игандабулак, Уркен. Разработано 7 проектно-сметных документаций на ремонт внутрипоселковых дорог протяженностью 36,8 километров и 3 проектно-сметные документации на ремонт подъездных автомобильных дорог протяженностью 5 километров. По итогам года планируется ввод более 21 километра подъездных автомобильных дорог районного значения. Екатерина Шмидт, Рустамыщанов, Айдос Кисимов, Телеканал Окжаик.